Добрый вечер всем, кто смотрит программу Патти Тайм. В этот летний прекрасный вечер мы приехали на уютный дворик ресторана Пушка на вечер волшебной живописи. Сегодня здесь проходит выставка картин Наталии Деревянко, а также розыгрыш одной из них. И как всегда в программе Патти Тайм мы покажем вам все самое интересное. Будьте с нами! Итак, сегодня вечер волшебной живописи в ресторане Пушка. Расскажи об этом вечере, что нас сегодня ждет? Сегодняшний вечер уже является традиционным для ресторана Пушка. В красивом итальянском дворике проходит вечер волшебной живописи. Очень душевный, очень камерный такой. И мы с галереей Випарт, мы уже давно с ними сотрудничаем, мы проводим выставку картин. Сегодня будем одну картину разыгрывать. Это такие милые работы художницы Наталии Деревянко. Они действительно нравятся не только детям, но и взрослым. Вот я на них смотрю и мне хочется каждую себе домой. Очень приятно, что они какое-то время побудут у нас во дворике. И эта выставка продажи у нас будет продолжаться. Ну и какие-то приглядутся нашим гостям, они их приобретут к себе домой. Мне кажется, что любая девушка, которая смотрит на картины Наталии Деревянко, она испытывает такое вот мимишное чувство. Это вводит нас в детство, какие-то воспоминания приятные. Мужчина оценивает это как предмет интерьера, да? Как предмет интерьера, как та вещь, которая будет радовать его семью. Как думаешь, какой интерьер может украсить картина Наталии Деревянко? Я думаю, абсолютно любой интерьер. Не нужно привязываться к какому-то определенному стилю. Мне просто кажется, что, скорее всего, это должна быть детская комната, либо такая вот уютная гостиная, где собирается вся семья. Ну, я думаю, что все равно ближе, наверное, все-таки должен быть какой-то стиль в стиле Прованса. Что-то уютное, светлое. Как тебе сама идея проведения таких вот культурных мероприятий в ресторане Пушка? Ну, мы это делаем уже не первый раз. Людям это нравится, это как-то по-домашнему. Нам сегодня очень жаль, что не удалось пообщаться лично с Натальей, но есть вы, человек, который знает ее, который знаком с ее творчеством. Хотелось бы, чтобы вы представили Наталью и немножко рассказали о ней. Это известная художница на Украине, заслуженная художница Украины. Она закончила в Киеве академию художеств, проработала там длительное время, уехала в Италию на пять лет. Она там писала иконы. Там, прожив, она поняла, что здесь, на Украине, очень интересно. Решила здесь создавать серию работ на иллюстративную тематику, вот на свою тематику, на сказочную тематику. То есть она окунулась в мир детства. Вечер волшебной живописи волшебным образом влияет на деток, которые сегодня отдыхают в Пушке. Представься, пожалуйста, как тебя зовут и расскажи нам про свою картину. Меня зовут Виорика. Я рисую картину, как мы отдыхали на отдыхе. Так, расскажи нам, в Таиланде отдыхали? Это Таиланд? Да, что здесь, расскажи нам? Ну, тут пальмы, на одной пальме банана, на одной апельсине. И, конечно же, океан теплый, да? Да. Скажи, пожалуйста, ты смотрела сегодня картины, которые здесь представлены в Пушке? Понравились? Да. Хотела бы такие себе в комнату? Да. Знаете, картинами Натальи Деревянко восхищаются, мне кажется, не только дети, но и взрослые. Что вы думаете о ее творчестве? Мне очень понравились эти картины. На самом деле, первый раз знакома с ее творчеством. Но я вдохновлена, на самом деле, и не отказалась бы от такой картинки у себя дома. Ну, я не эксперт по искусству, но мне нравится. Вот чисто визуально, нравится? Да, визуально, да. Работы у нее чем интересны? Тем, что они неповторимые, как у всех художников. Ее работы особенные, особенные по стилистике. Дети здесь у нее изображены ангельски, как ангелочки. Взгляд у них такой чистый, открытый. Глубина цвета есть в работах. Стилистика очень интересная. И цветовая гамма, везде присутствует разная. Ну, и плюс сюжет, конечно. То есть, посмотрев на каждую работу, я вижу какую-то определенную сказку. Рассказывай, как тебе удалось выиграть эту картину? Я люблю очень рисовать. И не знаю, наверное, из-за этого получилось. Я, ну, как бы обычный ребенок. Пришел сейчас с лагеря школьного вот сюда вот покушать, посмотреть картины. И вдруг вот так вот получилось. Класс. Сегодня у тебя счастливый вечер, действительно. Тебе нравится картина? Да, мне очень нравится. Такая фантазия у художника была. Где ты ее повесишь? У себя в комнате где-то. Кому хочешь сказать спасибо? Спасибо я хочу сказать художнику впервые и ресторану Пушки, которые сделали этот конкурс. Потому что без этого я бы не выиграл. В дальнейшем вы планируете подобные вечеринки в Пушке? Я думаю, да, потому как хорошая живопись, хорошая музыка никогда не уходит из моды, да, она всегда актуальна. Есть такое выражение, скажи мне, кто твой гость, и я скажу, кто ты. И я вот недавно услышала эту фразу, и я поняла, что очень приятно, что наши гости, они люди все такие интеллектуальные, творческие. Такие люди со вкусом, понимающие красоту, искусство. Хочется их удивлять все время, хочется все время что-то новое открывать для них. И такие выставки тоже, я думаю, оценятся.